От сумы и тюрьмы не зарекайся, так гласит старинная народная пословица. 12 марта 1879 года российский император Александр II издал указ о создании тюремного департамента, положивший начало организации единой государственной системы исполнения наказаний в России. О том, как изменилась эта система, о некоторых осовремененных ее видах поговорим с временно исполняющим обязанности заместителя начальника УФСИН России по Оренбургской области Михаилом Владимировичем Лукьяновым. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Прежде всего, позвольте от лица нашей телекомпании поздравить вас с прошедшим профессиональным праздником. Спасибо. Объем работы, которую курируете вы, прежде всего, это кураторство над исполнительным центром. Правильно я понимаю? Исправительные центры, они у нас функционируют с 2017 года, данные исполняют наказания в виде принудительных работ. Всего на территории Оренбургской области функционирует восемь таких исправительных центров. Общим лимитом наполнения 1073 человек. А за какие преступления людям назначаются наказания именно вот исправительственного характера? Принудительные работы назначаются за преступления небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие преступления, совершенные впервые. Основная часть, можно так сказать, вашего контингента – это преступники по каким статьям кодекса, за какие преступления конкретно? Основная часть осужденных – это 157-я статья «Неуплата алиментов» и также кражи, небольшие кражи. Чем занимаются и как выглядит вообще работа таких центров? То есть здесь есть какие-то аналогии с советским выражением таким «химия» или нет? Да, вы абсолютно правы. Осужденные не лишены свободы. Они прибывают в исправительный центр, ставятся на учет, трудоустраиваются, самостоятельно добираются до места работы, трудятся, а вечером ночевать приходят в исправительный центр. А как контролируется их поведение? То есть на них вешаются какие-то датчики или как это происходит? Нет. Осужденные ежедневно проверяются сотрудниками по месту работы. То есть в течение рабочего дня за него отвечает работодатель за то, чтобы он добросовестно трудился, выполнял свои трудовые обязанности, а вечером в ночное время за ним надзор осуществляют сотрудники исправительного центра. То есть смотрят за тем, чтобы он не употреблял алкогольные напитки, наркотические вещества, ну и вел правопослужный образ жизни. Вот принудительная работа. Человек работает, но в чем суть наказания здесь? Он эти деньги перечисляет куда-то или как? Когда назначается принудительная работа, в обязательном порядке определяется процент удержаний, это от 5 до 20% в доход государства. Помимо этого, зарплата удерживается за содержание, то есть коммунально-бытовые услуги, а также все удержания по исполнительным листам. А человек может работать на своей привычной работе и уплачивать все это, важно сказать? Нет, для этого есть другой вид наказания, исправительная работа, его исполняют уголовно-исполнительные инспекции и называется это исправительная работа. В каких организациях, в каких сферах работают осужденные? Вообще осужденные к принудительным работам работают на любых должностях в зависимости от их квалификации. То есть у нас есть и программисты, и экономисты, юристы, и также они работают на работах, не требующих квалификации какой-то специфической. Кто решает, куда направить провинившегося, например, чиновника или юриста, в какую сферу работать? Как это происходит? У нас же часто люди, которых осудили за преступления, их же часто по другой специальности, могут дворниками они быть или еще кем-то. Как вы определяете, кого куда? Ну, как правило, мы ориентируемся на их квалификацию, на ту работу, которая у нас может быть им предоставлена, и абсолютно он может работать, я еще раз повторюсь, и юристом, как юристом, так и дворником. Зависит от того, где больше платится зарплата. От этого зависит удержание в доход государства, удержание потерпевшим и так далее. Подбор проводят ваши сотрудники. Да, так точно. А скажите, пожалуйста, какие структуры, какие, точнее, сферы больше всего заинтересованы? Наверное, все-таки сфера ЖКХ, насколько я знаю. Ну, у нас в городе Оренбурге именно сфера ЖКХ, это северный округ, южный округ, абсолютно благоустройством занимаются в основном наши осужденные. То есть работодатель в лице администрации муниципального образования города Оренбург, это первое заинтересованное лицо? Это первое заинтересованное лицо. Также мусоросортировочный наш завод были заинтересованы, организовали на базе своего объекта участок исправительного центра, полностью его самостоятельно оборудовали. Мы приняли это, и сейчас там трудится 56 осужденных. Проходит такая информация, что предприятия военно-промышленного комплекса Оренбуржи, в частности, заинтересованы в использовании труда осужденных. Так ли это? Или, может быть, уже есть какие-то программы, или это вообще не так? Да, в городе Орске у нас есть организация, которая под эти цели приобрела уже общежитие, и в этом году планирует его отремонтировать, оборудовать мебелью, средствами надзора, и, соответственно, будет открыть там участок. То есть они будут и жить, и проживать, и работать. А вот люди работают, ключевое слово, они работают, и свободы они как бы не лишены, они ограничены. Правильно я понимаю? Да. Отпуска им положено? Отпуска им положено 18 календарных дней, соответственно, они с выездом, если это человек с другого региона, он спокойно выдвигается и у себя дома, проводит отпуск. Как обычные люди. А как контролируют? Может, он сейчас вот выехал, сказал, я поеду в Самару к родственникам, а сам куда-то и, может, вообще за границу перебрался, нет? Такое не может быть. Ну, может быть. Для этих целей каждый осужденный ознакомливается с своими правами, обязанностями и последствиями, которые он понесет в случае уклонения от отбывания наказания. Какие последствия? Чтобы неповадно было, давайте расскажем. Он окажется в местах лишения свободы, соответственно, если тут суд пошел ему навстречу и не стал лишать свободы, соответственно, здесь будет наказание ему заменено на лишение свободы. То есть, фактически, любое правонарушение может привести к лишению свободы. А если, например, между осужденными, которые, ну, допустим, работают дворниками, возник какой-то конфликт, приведший, ну, например, к легким телесным повреждениям, ну, всякое бывает в жизни. То есть, уже еще одно преступление получается. Как правило, что происходит с таким человеком? Как правило, тут уже разбираются сотрудники полиции. Мы, в свою очередь, заменяем ему наказание на лишение свободы, а сотрудники полиции по новому преступлению, по новой статье привлекают его повторно. Это не судебное уже решение идет? Это уже в ведении исполнительной системы находится? Любое решение, касаемо дальнейшего отбывания наказания, принимает именно судебная система, по нашему представлению. Скажите, пожалуйста, вот в среднем за год, именно через ваши центры, сколько проходит осужденных? Ну, в связи с тем, что в 2021 году было решение президента о создании 400 мест в каждом регионе для отбывания наказания в виде принудительных работ, в Оренбургской области было создано 823 таких места дополнительно. Соответственно, по учетам исправительных центров прошло в три раза больше осужденных, чем за год до этого. Порядка 800 человек. Ага. Ну, это, в принципе, говорит о том, что разгружаются наши колонии? Да, это гуманизация, наказание, оно в целом идет по нашей стране. Разгружаются колонии, большее предпочтение отдается наказанием без лишения свободы. Были ли случаи, когда у вас появлялись, ну, можно так сказать, постоянные клиенты? То есть, уже люди, которых ваши рядовые сотрудники знают? Или, если повторные какие-то действия, таких рецидивистов не бывает, их просто отправляют в колонию? Как это происходит? Ну, вот, я могу сказать, за пять лет функционирования исправительного центра в городе Оренбурге таких осужденных, ну, прям единицы, можно на пальцах одной руки. В основном, осужденные, они уже знают, что они могут работать, могут существовать на заработную плату, и, как правило, они остаются даже на тех же предприятиях трудиться дальше. А, то есть, так происходит. Я имел в виду такую постановку, что есть люди, которые совершили раз, отбыли его, через год или через два опять, или такие, как правило, это уже рецидив, и такие люди идут в колонию? То есть, по второму разу такой фокус не пройдет, да? Конечно. Какие перспективы развития этого вида, скажем так, наказаний существует? Что-то, может быть, запланированное? На 2023 год задача президентам поставлена создание еще 300 мест в каждом регионе. В нашем регионе уже несколько организаций проводят ремонтные работы в своих помещениях, и заинтересовано, заключено между ними и уголовно-исполнительной системой Оренбургской области соглашение о намерении создать данные участки. И в нашем регионе будет создано, будет выполнено решение президента. Помимо того, что люди направляются вами работать по специальности, либо вот работать, например, дворниками, какие еще востребованные категории есть? Вот пекарни, это что-то так, мелкий бизнес, он заинтересован в таком? У нас, как правило, заинтересованы большие производства, это касаемо промышленности. То есть, в первую очередь, это крупная производство? Да, это у нас город Новотроицк. И в городе Сулецкое это сельхозпредприятие. То есть, ЖКХ, сфера производства промышленного в первую очередь, и также сельское хозяйство. А скажите, пожалуйста, вот коли мы говорим о аграрном производстве, в селах люди, которые получили наказание, которые подразумевают принудительные работы, они могут оставаться в своем же селе, например, и работать на каком-то... Никак нет. Отбывают по месту нахождения исправительного центра. То есть, только так? Только так. И все-таки, да, наказание должно оставаться наказанием, чтобы это не казалось каким-либо курортом. Так точно. А вот Оренбуржец, если он совершил какое-то правонарушение, ему суд назначает, например, за пределами нашей области, ему суд может назначить наказание, например, в Оренбурге? Или именно по месту расположения? Исходя из наличия мест, то есть, если у нас есть места для отбывания наказания, конечно, мы такого осужденного согласовываем, и он отбывает наказание у нас в регионе. То есть, такой вариант возможен, чтобы человек был ближе с родственниками, потому что всякие случаи в жизни бывают. Более того, по отбытии 1-3 срока наказания осужденный вправе обратиться с ходатайством о предоставлении права ему домашнего проживания. И то есть, он уже проживает дома, ходит, отмечается в исправительный центр и работает на той работе, куда его направили. То есть, не только ночует, а если он хорошо себя ведет, прошел определенный срок, он может фактически чувствовать себя практически свободным человеком, как на условно-досрочном освобождении, фактически. Скажите, пожалуйста, вот немного отвлекусь от темы, люблю задавать этот вопрос нашим гостям. Сегодня активно развиваются нейросети, происходит роботизация, информатизация. Не обошел ли этот процесс стороной вашей системы? Вы непосредственно сейчас как-то ощущаете технологический прогресс? И вообще, можно ли ваших сотрудников заменить роботами в перспективе? Ну, наших сотрудников тяжело заменить роботами. Ну, конечно, мы это ощутили. Это большое количество камер видеонаблюдения, благодаря которым мы осуществляем надзор за осужденными. Помимо этого, я курирую еще уголовно-исполнительные инспекции. Это такая мера пресечения, как домашний арест. Она очень сейчас активно применяется и развивается. Это одевается система электронного мониторинга подконтрольных лиц, соответственно, осужденный с браслетом. Он находится, у него есть ограничения определенные. Не покидать город Оренбург, не покидать место жительства в ночное время. Все это благодаря системе электронного мониторинга подконтрольных лиц. Мы за этим наблюдаем. То есть технологии нашего уголовно-исполнительного системы не обходят страны? Конечно. Интересный вопрос по поводу домашнего ареста. Это наказание уже по суду вместо принудительных работ, вместо, скажем так, отбывания наказания? Либо это только последственных касается, не осужденных? Нет. Есть еще вид наказания такой, как ограничение свободы. Есть обязательное ограничение, которое назначается. Это не покидать муниципальное образование. Также суд может назначить ему не покидать место жительства в ночное время, не посещать увеселительные заведения. И все эти ограничения мы в системе электронного мониторинга подконтрольных лиц устанавливаем и контролируем. Как-то попытки обманывать систему, хакнуть ее, выражаясь современным языком, к чему они могут привести? К попаданию в места лишения свободы. То есть даже если человек умышленно испортил как-то и скрылся, то это уже все. Его ждет уже колония, места не столь отдаленные? Да, и возмещение ущерба. Такой интересный вопрос. Если, например, прослед, назовем его так, да, уже просто речи. Если он не по, скажем так, причине умышленный, просто взял сломался, замкнул его или еще что-то такое, какие действия должны быть у осужденного либо у последственного? Ну, он всегда может связаться с уголовно-исполнительной инспекцией по своему месту жительства. И, соответственно, будет произведена диагностика данного браслета. В случае действительно неполадки он будет заменен. То есть не нужно радоваться, снимать его и бегать, потому что это чревато. Нужно обращаться к своему инспектору условно, и этот вопрос будет решен. Конечно. И, наверное, добросовестное поведение, оно все-таки учтется в таком случае. Конечно. Спасибо большое, что пришли. Всего вам доброго. Спасибо.